Как проверить кондиционер автомобиля своими руками буквально за 5 минут вашего времени? Давайте начнем! Друзья, всем доброго дня! Многим из нас с вами кажется летом, что кондиционер у нас работает как-то не так. Что там воздух у него вроде как теплый дует, может быть недостаточно прохладный воздух дует. И как самому, никуда не ездя, ни на какие СТОшки, не привлекая никаких специалистов, просто протестировать ваш автомобиль. Точнее кондиционер вашего автомобиля. Правильно он холодит или неправильно. Может быть вам просто банально надо поменять салонный фильтр и у вас все нормально, восстановится работоспособность. Итак, первое что мы делаем. Запускаем автомобиль. Ну, соответственно, включаем кондиционер, чтобы он у нас работал. Направляем движение воздуха на водителя. То есть никуда ни вверх, ни вниз обязательно на водителя, чтобы воздух шел вот из этих передних воздухозаборников. Дальше. Берем, убавляем кондиционер на минимум. То есть крутим. Здесь у нас температура. Ну вот видите, у меня лов. Ну давайте 15,5 я поставлю. И через буквально минуты-две, ну через минуту-через две, оставьте автомобиль, пусть у вас поработает. Система у нас начнет работать. Компрессор это все дело у нас качает по системе. Вам нужно замерить воздух, который выходит вот отсюда. Если у вас нет пирометра, как у меня, можно просто положить градусник обычный, вот сюда вот его вставить и посмотреть, какая температура на нем будет. Нормальная температура это где-то 5-10 градусов. Если у вас ниже 5 градусов, ну бывает иногда там 2-3 градуса, то это говорит об исправной системе. Что она у вас прекрасно работает. Ну вот смотрите, я вам просто покажу. Вот у меня пирометр есть. Я вот так завожу, ну смотрите, 1 градус, даже 0. У меня система работает просто великолепно, то есть она морозит очень-очень хорошо. Даже минус 1 показывает, но здесь погрешность 2 градуса, друзья. То есть у меня система работает великолепно. Это первая проверка, вы можете даже не идти дальше, ничего не смотреть. Теперь нам нужно посмотреть на внутренности, как говорится, автомобиля. Здесь у нас есть как бы два контура. Холодный контур и горячий контур. Если кондиционер у вас исправен, то холодный контур, здесь вот проходит холодная трубка, обычно на ней пишется буковка L еще. Она будет трубкой, это реально холодной. Она будет градусов там 7-10 градусов. Если на улице слишком жарко, она может быть у вас мокрая даже от конденсата, иногда может покрываться ими. Горячий контур, соответственно, трубка у нас будет горячая. Она может быть и 30 градусов, и 40 градусов. Ну давайте я вам продемонстрирую просто все это, друзья. Смотрите, вот эта трубка горячая. Если потрогать ее рукой, ну она реально градусов где-то 40, вот так вот. И эта трубка, вот видите, она даже от конденсата у нас слегка мокрая. Она где-то, ну градусов, наверное, ну 10, даже может быть еще холоднее. Берем пирометр, я вам просто продемонстрирую. Давайте замерим. Так, вот горячая трубка, видите, 32 градуса. 32 градуса. Меряем теперь холодную трубку. 12 градусов. Даже вот видите, 11, температура падает. Машина работает где-то минуту, наверное. Если у вас все это действительно так, то значит, скорее всего, ваш кондиционер работает, и с ним все прекрасно. Если у вас и холодные, и горячие трубки одинаковые температуры, ну, например, эта 32, и та 32, то, скорее всего, кондиционер у вас не работает. Третье, друзья. Когда система кондиционирования у нас начинает работать, у нас всегда автоматически начинает работать вот этот вентилятор на обдув. Вот, видите, работает. Это у 95% современных иномарок. Для чего это делается? Вот этот вот горячий контур. Здесь идет у нас горячий газ. Он проходит через свой радиатор, или его, как называют, конденсатор. Вентилятор его обдувает, чтобы сделать процесс конденсирования еще более, ну, как бы, эффективным. Поэтому он всегда у нас включается. Всегда, постоянно включается. Если у вас система не работает, соответственно, этот вентилятор у вас работать не будет. Вы просто можете вот так вот посмотреть, ну, и в целом все. Если, ну, как бы, не крутится, значит, система, скорее всего, у вас не работает. Дальше. Посмотрите на сам компрессор. Когда вы включаете кондиционер, у него вот здесь вот идет электромагнитная муфта. У многих кондиционеров так идет. Эта электромагнитная муфта может включаться с такими определенными щелчками. То есть вы включаете, она щелкает, и, соответственно, идет нагрузка на двигатель. Двигатель, может, у вас немножко затрясется. Ну, как бы, потому что компрессор начинает отжирать от двигателя, ну, определенную мощность. То есть если есть щелчки, если двигатель у вас начинает после включения кондиционера напрягаться, скажем так, соответственно, так же компрессор работает, все нормально. Еще что нужно смотреть. Нужно смотреть все вот эти соединения, друзья. То есть трубки, где идут резиновые шланги, вот здесь вот, да, и так далее. Нигде не должно быть никаких подтеков. Но он у меня, видите, вот это вот идет. Можно перепутать, что это, ну, как бы сопливица шланг, но это не сопливица шланг. То есть там идет не масло, а идет просто этот контур очень холодный. Это конденсат. Вот видите, здесь конденсат, здесь просто тупо вода. И это нормально. Так, в принципе, и должно быть. Но если у вас из каких-то соединений сочится масло, это очень плохо. Почему? Потому что в этой системе у нас находится масло, которое смазывает, по сути, наш компрессор. И если сочится масло, значит, ну, по сути, у вас система не герметична. Опять же, она работать не будет. Итак, пример у нас неработающего кондиционера. Заводим автомобиль. Включаем кондиционер. Нота у нас выключена была. Включаем. Видно, да, что у нас, как бы, показывает 23,5 градуса. Должен. Идем под капот. Кондер здесь не работает. Во-первых, не работает сразу вентилятор, если вам видно. Но вот там вот не крутится он. Когда включаете кондиционер, он будет по-любому крутиться. То есть в любом случае у нас не крутится. Это сразу первый вариант. Дальше у нас нет щелчков от компрессора. Когда компрессор начинает работать, он начинает обычно щелкать. Ну, то есть щелкает у него электромеханическая вот эта вот электромагнитная муфта. Она входит в зацепление, и он начинает работать. Поэтому, когда вы включаете, под капотом будут у нас щелчки такие. Щелк-щелк. То есть вот это как раз муфта замыкается, и он начинает работать. Ну и, собственно, в чем здесь у нас проблема на этом автомобиле? У нас протерлась трубка здесь высокого давления. То есть вот она. Вот там вот вниз идет трубочка. Ну, здесь не очень хорошо видно. Ну, вот здесь вот есть запотевание. Трубка у нас терлась вот так вот о кожух ГРМ и протерлась. И вот она там, видите, мокренькая такая. Когда у вас есть какой-то пробой в системе, соответственно, газ у нас весь уходит, холодоген. Но у вас через это место начинает также просачиваться и масло. Масло просачивается. Ну, это первый признак, что где-то на трубке есть какие-то потеки. Да, вот если у вас есть где-то потеки, там на компрессоре какие-то потеки. Это сразу первая причина, что у вас кондиционер не работает. То есть он у вас не работает тупо по давлению. Давление ушло, и он у вас не включается. Если есть потеки, их нужно устранять и далее заправлять систему кондиционирования. Но заправлять нужно не только хладагентом, но еще и маслом. И это важно. Тогда у вас вот этот компрессор будет работать долго и счастливо. Как видите, друзья, кондиционер можно проверить легко и просто. Даже вот, скажем так, в лесу ничего сложного здесь абсолютно нет. Если идет холодный воздух, ниже там 10 градусов, градусов 5-7, вот так вот. Если у вас одна трубка горячая, другая холодная, если у вас включается компрессор, если у вас постоянно работает обдув радиаторов, то значит ваша система, скорее всего, исправна. Если у вас не работает, например, обдув, если у вас идет теплый воздух, возможно, просто не хватает ему давления в системе. А в следующем видео, друзья, мы как раз-таки и поговорим, нужно ли заправлять кондиционер каждый год или не нужно этого делать. Вот это огромное просто количество вопросов ко мне идет. Поэтому подпишитесь сейчас, чтобы не пропустить это видео. А у меня, друзья, на этом все. Всем пока.